Конечно, вы знаете, что любому продавцу в своей работе приходится постоянно иметь дело с возражениями. У хороших продавцов есть заготовленные ответы не только на самые распространенные вопросы, но и на более изощренные попытки потенциального клиента поставить под сомнение выгодные сделки. Хорошие продавцы уверены, что смогут убедить упрямца с помощью разумных доводов, демонстрации выгоды и других профессиональных приемов. Поэтому, как только они слышат возражения, то сразу начинают дискутируть со своим собеседником, а порой даже спорить. И часто они оказываются абсолютно правы, но без сделки. А супер продавцы так никогда не делают. Почему? Все дело в том, что в такой открытой борьбе всегда будет победитель и побежденная. И, конечно, ваш потенциальный клиент не хочет выступать в роли того, кого победили. Он сам хочет победить. Он хочет, и это вполне справедливо, выглядеть хозяином положения. Даже если вы будете сто раз правы, он не признает этого, потому что это уязвляет его самолюбие. Супер продавцы знают, что такая линия поведения очень рискованна. И может не только сорвать сделку, но и оттолкнуть от вас потенциального клиента. Как же действуют супер продавцы? Они снимают возражения, незаметные для собеседника. Они не вступают в спор. Не стараются показать потенциальному клиенту, что тот ошибается. Они умеют отступить, когда надо. И выждать, когда предоставится лучший момент, чтобы показать выгоды своего предложения. Что толку в том, чтобы разозлить человека или выставить его глупцом? Он не только не купит у вас. У него будет к вам антипатия, и продать ему уже ничего не получится. Вместо этого учитесь снимать возражения, незаметные для клиента. Строите общения так, чтобы он снимал их сам. Чувствуйте момент, когда нужно отступить. Будьте дальновидными. Выстраивайте отношения с клиентом, исходя из того, чего вы хотите. Вы хотите заработать денег или самоутвердиться, доказав, что вы правы? Продолжение следует...